Здравствуйте о главных новостях. В Нижнем Новгороде к этому моменту. Обыски прошли сегодня в здании Приволжского филиала Института социологии РАН. Полицейские из отдела экономической безопасности проверяли документы и осматривали все комнаты здания. Напомним, это уже второй обыск в Приволжском филиале Института социологии РАН. Цитирую. «Мне сложно комментировать, что ищут, пытаются найти, что я делаю не так. Уже второй раз приходят. Были в ноябре, тогда ничего не нашли. Возможно, кто-то из бывших арендаторов зданий чем-то недоволен». Приводит и Фрегион слова Максима Лубенова. В полиции происходящее пока не комментируют. Горький ТВ будет следить за развитием событий. В музее-заповеднике Щелоковский хутор отреставрируют мельницу-толчую-столбовку за 1 миллион рублей. В городском департаменте культуры это событие называют позитивным, а сумму вполне приемлемой. Подробности в следующем репортаже. Мельница-толчая-столбовка появилась в музее-заповеднике еще в 70-м году. За 45 лет экспонат полностью ни разу не реставрировали. В этом году на восстановление потратят более 1 миллиона рублей. Вообще, с момента передачи музея на Щелковском хуторе из областного подчинения в муниципальное финансирование выросло более чем в два раза. Однако деньги, которые выделяются, не всегда расходуются эффективно, утверждает близкий к музею источник Горький ТВ. В качестве примера приводится открытие первого за долгое время отреставрированного экспоната – колодца. В прошлом году на эти цели потратили более полутора миллионов рублей. Хотя у многих других музейных объектов состояние было куда плачевнее. В департаменте культуры на это заявили, что обывательским взглядом нельзя оценивать эффективность работы по восстановлению. Если люди понимают это, некие процедуры, как на бытовом уровне прибить гвоздь или там что-то выпилить, то это не соотносится с теми работами, которые производятся на этих объектах. Эти все работы проводят лицензированные структуры, которые имеют доступ и разрешение на проведение этих работ. То, что многие экспонаты музея находятся в удручающем состоянии, в департаменте культуры знают, но пока разводят руками. На все и сразу денег просто не хватает. Кроме муниципальных средств нужны еще и частные инвестиции. Еще в 2013 году экспозиция музея полностью находилась в аварийном состоянии. Для посещения был открыт только один объект – изба Обуховой. Тогда эксперты оценивали полное восстановление всех экспонатов музея в сумму 1 миллиард рублей. Заниматься восстановлением уникальной мельницы будут специалисты из Вологодской области. По данным сайта госзакупок, компания «Реставрационный центр» стала единственным поставщиком услуг при проведении конкурса. Весь реставрационный цикл, согласно документации, продлится не более 100 календарных дней. Задолженность нижегородских предприятий по зарплате превысила 99 миллионов рублей. Самая крупная задолженность из 20 приходится на предприятие обрабатывающего производство «Румо» – 57,6 миллионов рублей. По всем организациям направлена информация в Роструд, говорится в сообщении на сайте гострудинспекции. В Нижнем Новгороде завтра утром плюс 1, плюс 2 будет облачно, небольшой дождь со снегом. Днем температура кардинально не изменится, плюс 2, плюс 4 – также осадки.